Проша земля, мой край дорогой, люблю. Сегодня финал дожиночного марафона. Праздник пришел в Климовище. Итоги аграрного года подводят в канун профессионального праздника хлеборобов. Несмотря на ноябрьскую температуру, теплая атмосфера. Сад виноград, зеленая рожа, а в тужинковат, жутка, бутюша. Оценить масштаб фестиваля ярмарки можно только сверху. От взгляда президента ничего не утаишь. На импровизированной вертолетной площадке сразу несколько ремарок. Первый говорит Могилевской области, но касается это каждого региона. Я был прав, когда говорил о том, что мелиорацию мы сегодня усиленными темпами делаем. Деньги выделяем. Знаешь, как это непросто. А по всей стране, и особенно здесь, приусадебные участки, прифермерские участки, особенно бывшие фермы. Ферм нет. Одна башня стоит, там не знаю зачем. Вот я заметил, вокруг ни деревень, ни поселков, ничего нет. И гектаров 20 не распаханы. Дожинки – это бренд Беларуси. Без этого праздника страна была бы другой. И теперь вместо одной столицы торжества хлеба сразу шесть локаций в каждой области. И впервые все праздники посетил глава государства. И это несмотря на плотный график. Саммиты, совещания и переговоры. Только в такой активной форме надо идти на выборы. Могилевская сцена оказалась самой теплой. Домик детства, президента и зерновая нива. По виду, видимо, Азимы Ячмей. Я мгновенно прилетела 10 лет с нашей предыдущей встречи. Приехал к вам в Климовичи и чувствую себя, как будто я приехал домой. Хотя я из дома приехал сюда. Самое главное, в чем Господь нас не обидел, Он нам дал мудрость. Мудрость всегда помогала нам сделать правильный выбор. Самим решать, как жить. Кому доверить нести бремя власти. Что оставит нашим детям и нашим внукам. Дожинки стали не только народным праздником. Семейным. Первый нашел теплые слова для каждого региона. Технологичная Брещина, инновационная Гродненская область. Суровая, но смекалистая Витебщина. Терпеливый Гомельский регион. Хозяйственная Минщина, промышленный Минск. Теперь край Придвинья. Здесь почти 700 рек и озер. Включая полноводные, удивительные по красоте. Березину, Сож, Днепр. Шудотворные креницы, куда съезжаются паломники. Сделал глоток, як насветно родился, як у вас тут кажуть. Огромные лесные угодья. В промышленном масштабе вы основной в республике производитель шин, лифтов, цемента, химических волокон, газетной бумаги. Знаменитый Бобруйский зефир едва ли не самый желанный сувенир из Беларуси. Кстати, сегодня в Бобруйске проходит наш марафон «Единство». А через неделю эта масштабная акция переместится в другой важный город нашей Могилевщины, центр Могилев. Единство в отношении к честному труду и трепетному отношению к родной земле. А еще равномерном развитии всех уголков страны. Равных условиях для всех белорусов. От медицины до отдыха. Это, кстати, не могут позволить себе самые большие и богатые страны мира. В нашей Беларуси для каждого региона готовят свой райдер развития. Есть своя фишка и у юго-востока Могилевской области. Государство вложило уже 2 миллиарда рублей. Основная же задача – дальнейшее сокращение дифференциации в социально-экономическом развитии территории. Сильные регионы – это сильная страна. Этим путем мы будем двигаться. Это уже не тактика. Это стратегия. Посещая Дожинки, я искренне радовался успехам каждой области. Но при этом внимательно изучал, что мы еще можем сделать для людей. Как повысить привлекательность села, чтобы человек знал жить в сельской местности хорошо, выгодно и перспективно. А вообще, я вам скажу по-человечески, по-крестьянски. Никто нас, вас нигде не ждет. Там, где родился, там и пригодился. Это же не я выдумал. Давайте будем следовать этим путем. Вы здесь, и вот немало, я смотрю, здесь, на этой площади, можете не только Климовичский район, всю юго-восточную Беларусь перевернуть вверх дном, в хорошем смысле слова, и получить хорошее урожай. Но помните, не хочу вот об этом говорить, хотя это точно сказано. Лучше на полях работать на тракторе, чем воевать. У нас провинции или окраина – это не про отсталость, а про размеренный уклад жизни и свою аутентику. Асфальт до каждого агрогородка – вопрос в нескольких сотнях километров. Социальная инфраструктура и среда для комфортной жизни. Ни в коем случае не сворачиваем мы сегодня и программу «Один район, один проект». Всего за два года реализовано 47 проектов. Создано свыше 4,5 тысячи рабочих мест. Более тысячи из них на Могилевшине. Это была моя инициатива. И, как в народе говорят, я обязательно дожму эту программу. В Климовичах, допустим, должны быть созданы обычные, небольшие, средние. Какие нужны для вас предприятия, где должны работать люди, закрепляться и жить здесь, на этой земле? Если честно, пока данная программа реализуется не полностью, как задумывалось, а она на плечах председателей райисполкомов. Дожинки – это не только про поля, а про развитие регионов. В этой праздничной атмосфере звучит почти программная речь. Глава государства уже не раз поднимал тему сильных регионов. Сегодня все разложил по полочкам. Приведу пример набившей оскомину. Через Днепр, от моей деревни, есть поселок Копость. Мы его в порядок проводили и показывали, как должны развиваться поселки городского типа. Помню, с детства там была хлебопекарня местная, хорошая, где можно было прийти в магазинчике рядом, купить теплый хлеб. Когда домой приходил, съедал булку хлеба из десяти, которые ты приносил домой. Закрыли. Как будто люди там не живут. А зачем закрыли? Пусть там три, пять человек работают. Но это нормальное производство. Это же для людей. Так было и в Гомельском районе, я обращал публичное внимание на это. Но вот один из вариантов, я помню, президентом только сказал, все, не надо, все позакрывали. Сегодня мужественно восстанавливаем, как будто нам не надо эта сельхозтехника. Это задача председателя райисполкома. Все это надо восстановить. От комбикормовых заводов до райагросервисов, как мы их сейчас называем. И они должны шевелиться, они должны работать. Они должны приносить пользу сельскому хозяйству. Давайте это восстановим, то, что нам нужно. Мы это восстановим. О периферии в Беларуси никогда не забывали. Это один из паттернов госуправления. Но сейчас это историческое решение, причем которое убирает в себя и развитие территории, и отражает новые этапы модели управления. У предрайсполкома появляется президентская полномочия регионального масштаба. Но и ответственность государства обеспечивать зеленый свет общественной инициативе, но и общество должно быть готово к соучастию. Один район, один проект. Особенно на уровне председателя райисполкома. Буквально через несколько дней у меня рассмотрим итоги этой программы, посмотрим, как вы это сделали. Но предупреждаю, не врите ради бога. Не делайте вид, что вы чего-то сделали, если вы этого не сделали. Не популярно перед президентскими выборами, но вы мой подход знаете. Договорились, надо делать. Крой с носа, но нужно сделать. Сейчас задача номер один – не допускать оттока экономически активного населения из района. Надо дать людям работу. И не просто работу, а интересную работу. Сделать это можно только через новое производство, серьезный подъем качества жизни людей. Чтобы у человека вместе с зарплатой росла мотивация и квалификация. Но давайте будем откровенно говорить. У нас все желают работать как лучшие. Вот сегодня они будут на сцену. Далеко не все. Готовьтесь. Готовьтесь. Бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Мы поможем. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать. Те, кто мешают людям жить, мы, ребята, мы с вами будем серьезно разбираться. Не обижайтесь. Если человек хочет вложить копейку в производство, особенно в производство, поддержите его. Определитесь, где вам нужна эта копейка. Но не пускайте их по кругу. Человек, пришедший со своими деньгами или опытный, квалифицированный, взял кредиты. Помогите ему создать производство. Там же будут работать люди. Беларусь страной для жизни все больше выбирает жителей мира. Путь польского байкера привел Пущанскую деревушку Щербы-Пружанского района. В 2020 году решил, что здесь мне очень нравится. Купил дом и в 2022 году переехал здесь и живу, и балдею от красоты. Президент призывает не отрываться от корней. Свой на дело – это мечта. Сформированная национальными мыслителями – это и земля силы. Источник белорусского вдохновения. Родовую усадьбу можно купить дешевле, чем ежемесячная трата на телефон. Многие, многие уже хотят иметь свой дом в деревне. Городской житель уехавший, он хочет вернуться на свой кусок земли 40-50 соток, а может и больше. В неперспективных деревнях, в агрогородках таких земель хватает. Дай Бог, чтобы их разработали и привели в порядок. И в то же время у нас в республике много пустующих домов. В реестре еще 22 тысячи предложений. Активно продолжайте данную работу без волокит и бюрократизма. В мою молодость люди стремились лишнюю сотку земли иметь. К 40 соткам, 50, где-то чего-то добавить. Сегодня уже даже в агрогородках 6-10 соток. И то хороший хозяин. Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует. Развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы. Ну, посадите яблони. Ну, что такое, я помню. Детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить за 40 рублей, купить 40 соток и старый этот дом. Не нравится – сноси. Нравится – отремонтируй. Пусть будет. Ухаживай за этим, за этими 40 сотками. Кто его знает, как жизнь сложится. Мы же белорусы. Все может быть. И этот клочок земли вас всегда будет спасать. Село – это прежде всего АПК. Перспективы АПК – технологии точного земледелия и инновационные подходы. Беларусь достигла образцового мирового показателя. Одна тона зерна на одного жителя страны. Но можем лучше. Все начинается с культуры труда. Я не скажу, что хорошо. Ни в коем случае. Я не скажу, что неплохо. Нет. Но гораздо лучше, чем прошлые годы. Вы уже, ну правда губернатор и говорит, что и Бог помог, вы уже подготовились в земледелии, как никогда раньше. Давайте откровенно, наша область еще отстает от западных областей. Я бывал там уже две недели прошло. Да, были замечания серьезные, они там штурмом в Гродненской области и Брестской области наводят порядок, и они наведут. А у нас надо два раза сказать и еще кого-то подстегнуть. Нельзя так работать. Нельзя, повторяю, лучше на земле работать, чем потом корячиться. Будет экономика – войны никогда не будет. Не будет экономика – сами породим эту войну. Гражданскую развяжем. А желающих хватает. Вон они за границей ходят, бряцают там оружие. Но боятся. Потому что едины мы, как никогда. Потому что мы жить хотим на своей земле. Они этого боятся прежде всего. А не потому, что батька там с дубиной ходит. Они боятся нашего единства, и что мы хотим трудиться. Потеряем это чувство. Посмотрите, что будет. Не дай Бог этого допустить. У белорусов есть свой хлеб. В условиях беспрецедентного спроса на продовольствие надо сохранить качественное питание. Президент берет шире. Первый создает здоровую среду для белорусов. Это главный мировой тренд. То, к чему стремятся самые образцовые общества. А наш президент к этому ведет сам. Здоровье нации начинается и с хлебных полей, и со спортивных. В загашниках мы корову держать не можем. Корова должна быть во дворце. И не потому, что это наше спасение. Вообще, я вот думаю, что такому животному, как корову, надо поставить Беларусь в памятник. Потому что в годы последней войны коровы, где только можно, в лес уводили и сохраняли. Ее там было молоко для того, чтобы детей накормить. И как-то себя спасти. И не только поэтому, что это корова, а потому, что это молоко и молочные продукты, которые мы употребляем, пишу, и наши дети. Если в чистоте, в порядке будут содержаться эти коровы, если молоко будет чистое, мы будем здоровы. Лучше на стадион, лучше на спортивную площадку. И я уже не родителей прошу, а прошу молодежь, школьнику, возьмите вы своих родителей и отведите вместе с собой на спортивную площадку. Пусть они там покувыркаются, дольше проживут, меньше в аптеки ходить будут. Это не моя прихоть. Я хочу, чтобы снация была не только спортивной, но и здоровой. Уверен, что и здесь хватает всего для того, чтобы люди были здоровы. Первый предлагает белорусам здоровый дресс-код в разных смыслах. Лен – это будущее. Вы видите, цены начали расти. Люди все больше и больше к этим натуральным тканям склоняются. Ну, кроме белорусов. Белорусы не понимают. Белорусы рвутся за Гуччи, там, Версачи и прочее. Своё надо носить. Наш источник развития – родная земля. Ничего другого не надо искать. Надо еще уметь сохранить. Самое амбициозное государство теперь на нас смотрит как на опасных конкурентов. Вы не думайте, что нам в санкции Запад ввел, потому что вот у нас там прав человека нет и прочее. Об этом же все забыли. Мы для них конкуренты. Мы им там не нужны. Наша продукция там не нужна. Вроде воюют с Украиной, помогают и прочее. Ну, так помогайте. Как только украинцы через Польшу и другие страны начали вывозить зерно, ту же Африку, не им, они закрыли эти дороги. Где мы нужны? Я это точно знаю. По миру налетался. Мы нужны в Африке. Зимбабве это показывает. Мы за два года решили им проблему с зерном. Азии мы нужны. Там только в Индии полтора миллиарда жителей и миллиард триста примерно в Китае. Китай открыл нам. Везите, продавайте, что хотите. Мы имеем с ними контакты и добрые отношения. Россия. На 8-9 миллиардов долларов мы в этом году уже можем получить от экспорта доход. Нефтяники столько не получают. Надо 10. Один миллиард остался. Мы должны в следующей пятилетке подойти к этому уровню. В нашей стране нет столько, сколько нам надо нефти, газа, но есть свой клочок земли. И есть уникальные люди. Это я вам говорю не потому, что вы передо мной. Не устаю повторять. Это главное наше богатство. То, чего нет в других странах, поверьте мне. Они просят нам помочь, чтобы у них были такие люди. Помогаю. Я очень горжусь всеми вами. Очень. Я горжусь своим белорусским народом. Вы слышали недавно. Недавно я об этом говорил на международной конференции. Вы моя гордость и я счастлив, что родился и вырос на этой земле вместе с вами. На сцене аграрные цветы региона. Торжество в честь человека труда. Но важнее помпезности слова из глубины народной души. Дорогой наш батька. Мы уверены, что в настоящее время только вы, как наш президент, сможете продать новый импульс развитию не только сельского хозяйства, но и всей страны. Люди на сцене, вокруг в сене, соль нашей земли. Книгу с таким названием презентовали первому. Правда, с ремаркой. Мы вручаем вам два альбома. Но по нашей крестьянской простоте просим один вернуть нам назад. Но с вашим автографом. Пожалуйста. Первый губернатор, который просит автографа, а не деньги. Спасибо. Спасибо, Александр Горьевич. Это музей Климовичского района. Дорогие друзья, еще раз благодарю вас за все то, что вы делаете. Вот пример, его нужно повторить. Все они здесь, на сцене. Ну, небольшая заслуга и наша, начальников, в том, что страна развивается в нужном направлении. Но главное – это вы. Это точно. Это без лести. Это правда. Будете вы. Будет и страна. С хлебом будем. Все у нас будет. И мир, и покой. Счастья вам, успехов. Живите долго. Будьте здоровы. У нас есть все. На этих дожинках главу государства встречали, провожали, как и на всех предыдущих. Это эмоции лучше всяких слов. Слова уже сказаны. Впереди дела. Евгений Пустовой, Александр Бутрим, Диана Федотова, Эвелина Ставская. СТВ. Спасибо. Спасибо. Спасибо.